Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же... Коккейная суперсерия 1972 года, событие вне времени и на все времена. Её сравнивали с советско-американским космическим полётом «Союз Аполлон». Называли «битвой гигантов» и первой брешью, пробитой в железном занавесе. А её герои и антигерои в одночасье становились самыми узнаваемыми персонажами планеты. Она вписана во все мыслимые справочники и энциклопедии, но всё равно обсуждать и исследовать её будут ещё много-много лет. Потому что она была первым после Олимпиад спортивным соревнованием, которое вышло далеко за рамки самого спорта. Те, кто видел этот восьмисерийный триллер ещё тогда, в 1972, до сих пор рассказывают об этом с придыханием. А сами эти матчи можно пересматривать как старое кино, разобранное на бессмертные цитаты. Игры в Канаде проходили, когда в Москве была глубокая ночь, и смотреть их можно было только в записи. Поэтому самым большим огорчением для многих болельщиков было узнать от родственников или сослуживцев результат матча ещё до вечерней трансляции. А когда серия переехала в Москву, жизнь огромной страны сконцентрировалась в хоккейной коробке Лужниковского дворца спорта. В парадкомах предприятий, куда по разнарядке всё-таки попала часть билетов для народа, ударники труда бились в истерике, отвоёвывая хотя бы пару заветных бумаг. И даже среди партийной номенклатуры проводили самодеятельные лотереи за право попасть хотя бы на галёрку. Ну а для рядового любителя хоккея оказаться на трибунах дворца спорта было невиданным счастьем. Были, правда, фантазёры, которые в день матча всё-таки отправлялись на стадион в надежде купить лишний билетик. Но шансов у них было меньше, чем угадать выигрышные номера в спортлото. Могло даже показаться, что именно в эти сентябрьские дни билетные жучки, первая официально признанная мафия Советского Союза, на две недели вымерла как класс. Но миллионы болельщиков по всей стране почти месяц не отрывались от экранов телевизоров. О том, как проходило само это великое противостояние, написаны тысячи статей, десятки книг, снято множество телепрограмм и документальных фильмов. Но его категорически нельзя рассматривать как какую-то отдельную страницу истории. Оно было логичным завершением почти двадцатилетнего пути, который до этого прошла советская хоккейная школа. И вот, 1972 год. Победа нашей сборной на Олимпиаде в Саппоро подвела черту под победным двадцатилетием нашей хоккейной школы. Что дальше? Новые рубежи могло открыть только что-то качественно новое. К тому моменту уже два года обсуждалась идея встреч нашей сборной с лучшими канадскими профессионалами. Но в их реальность верили только самые большие оптимисты. Возражали канадцы, которые не видели в них спортивного, а тем более коммерческого смысла. Нерешительными были и советские главные спортивные начальники, считавшие, что наши хоккеисты недостаточно сильны для соперничества с лучшими закианскими профессионалами. А почти гарантированный проигрыш больно ударит по престижу страны. Но к весне 1972 года все удивительным образом сдвинулось. Степень была высока, конечно, политизация этих встреч. Встречались как бы два противоположных мира, две разных идеологии. И, конечно, никто не хотел проигрыша. За этими встречами всего того, что уже касалось высоких сфер политики и престиж страны в какой-то степени. Я считаю, что это, в общем, конечно, было событие, в первую очередь, большое такое, ну, в культурной жизни. Вот двух наших стран, народов и в политической. Понимаете, спорт в это время играл очень важную роль, безусловно. То есть мы обостренно совершенно воспринимали соперничество в космосе. Вот. И спортивная борьба, она была яростная. Мы вообще, честно говоря, не верили, что нам наверх о том, что мы уже готовы, что мы не опозоримся, что хоккеисты у нас сильные, сильное поколение хоккеистов. И будет достойный результат. Ему надо, конечно, отдать должное, потому что настоящий, конечно, автор идеи – это он. Если бы не Тарасов, если бы не Чернышов, может быть, и Сирии-то бы не было. И канадцам было интересно, потому что они понимали, что у них застой, что наступил тот уровень развития хоккея, когда без вот этого взаимного, значит, обогащения двух хоккейных культур происходил уже застой интереса к хоккею. Поэтому они тоже стремились сделать все, чтобы эти встречи состоялись. Может быть, конечно, доказать, что их хоккей лучше, нашего сильнее. Может быть, доказать, что вообще это политический строй получше, чем у нас. Разные были там, с той стороны, соображения. Но, тем не менее, вот это взаимное движение вперед, оно все-таки родило вот эту вот величайшую, я считаю, стерию. История преподносит совершенно немыслимые совпадения. В самый разгар летней Олимпиады в Мюнхене в столице Баварии произошла перевернувшая мир спорта трагедия. За три дня до первого матча серии в результате захвата заложников погибли 11 членов израильской олимпийской команды. Ну, известно, что Олимпийские игры 1972 года, которые проходили в Мюнхене, были очень необычными. Они, конечно, запомнились в первую очередь тем, что вот этими событиями, связанными с захватом израильской команды, не очень умелыми действиями полиции, вообще властей, собственно, мир и в том числе организаторы Олимпийских игр оказались поставлены перед фактом впервые того, что впервые террористы так, в общем, я бы сказал, брутально действовали по отношению к спортсменам. Были, конечно, и раньше всякие эксцессы, ЧП, можно вспомнить Олимпиаду предыдущую перед этим в Мексике, где совпали Олимпийские игры с волнениями студентов, но это был, конечно, событий из ряда вон выходящий. Еще задолго до начала серии все североамериканские газеты предрекали разгром советской сборной. Об этом в один голос говорили функционеры, журналисты, сами игроки ведущих профессиональных клубов. Лишь некоторые специалисты осторожно предупреждали, что русские умеют играть, и легкой прогулки для звезд НХЛ может не получиться. Я вот в это время был в Швеции со второй сборной, и, естественно, нас окружали специалисты, которые нас сопровождали, и помню как раз очень отчетливо, вот накануне вечером, в Швеции был вечер, в Канаде еще был день, матч еще не начинался, строились прогнозы, шведы строили в разговоре с нами, строили прогнозы, кто победит в этом первом матче. И большинство шведов были клонны к тому, что победит советская сборная. То, что шведы так рассчитали, разложили по полочкам, пришли к выводу, что советская сборная сильнее, я несколько удивился. И утром, на следующий день, я узнаю 7-3 в нашу пользу. Конечно, в подготовке к генеральному сражению канадцы не сидели, сложа руки. Консультировались с теми, кому довелось видеть наших игроков в деле. Присылали разведчиков. Ну, а на войне, как на войне, на каждую разведку находятся свои контрразведчики. Сюда приезжали, значит, в СССР их разведчики. Они наблюдали за подготовкой нашей сборной команды. Соответственно, наших тренеров пускали туда, в Канаду, и мы могли. Наши тренеры тоже наблюдали, как канадцы готовятся. Ну, во всем здесь была, конечно, определенная доля хитрости, потому что мы понимали, что нужно было каким-то образом создавать впечатление у канадцев, что мы значительно слабее, чем, так сказать, мы являлись на самом деле. Поэтому много было интересного. Был матч, когда наша сборная играла, тренировочный двусторонний матч, когда сидели эти разведчики канадские. Третьяк тогда вообще все пропускал, все, что летело в ворота. Они в отчете указали, что русских вратарей нет, и, в общем, это, конечно, не вратарь. Но мы потом объяснили, что он женился, вот только что, и поэтому у него еще медовый месяц не закончился, поэтому вот так он стоял, неважно. Когда приехали в Канаду, в Монреале была раскатка, значит, в Монреале форум. Ну, и канадцы всей команды тоже пришли посмотреть на русских, они первый раз нас видели воочию. Тренировка у нас, да, в этом форуме. Приходит там их несколько человек из команды. Ну, посмотрели, посмотрели. Вот там галстуки, так сели вальяжно, ну, на какой-то ряд. Человек пять игроков этой команды канадской. Сели, посмотрели, посмеялись, потому что минут 10 посмотрели, какие-то там шпана какая-то катается, и ушли. Ну, Силат Михайлович Бобров, который был старший тренер, значит, он говорит, сейчас раскрываться не будем, пока создаете впечатление, что вы так катаетесь не очень, играете тоже не особо. Ну, наши, конечно, устроили там красивое такое шоу, спотыкались о собственные коньки, наталкивались друг на друга. В общем, канадцам довольно быстро все это надоело, и они встали и ушли. Ну, а вот после этого Бобров говорит, ну, теперь пора потренироваться нормально. Насколько сработали эти маленькие хитрости, доподлинно неизвестно. Но то, что первоначальное настроение хваленых профессионалов было не совсем профессиональным, со всей очевидностью показала уже первая очная встреча. Тренеры сборной Бобров и Кулагин просили игроков об одном – не паниковать, когда соперник навалится на нас всем своим канадским миром. Но то, что будет происходить под сводами Монреанского форума, не мог предугадать никто. Из Олимпийского Мюнхена это выглядело особенно фантастично. В один из таких дней, точнее вечеров, если не уточнить точно, Палов ко мне пригласил меня, говорит, слушай, хочешь хоккей посмотреть с профессионалами? Есть возможность напрямую посмотреть этот матч. Он будет приниматься в главном телевизионном центре, олимпийском телевизионном центре, который находится на противоположной стороне от нашего здания, где жила наша, находилась наша делегация. Сергей Павлович меня, честно говоря, удивил тогда. Когда он сказал, что определенная неуверенность в результате этого матча на него проскальзывала. Честно говоря, и у меня тоже самое. Лично на фоне этого успешного выступления, события, Борзов, Корбут и так далее, мы на подъеме таком. В общем, это была песня такая, блестящее выступление и так далее. И, ну, понимаешь, как бы нам все это не смазало, вот эта вот хоккейная серия, потому что, ну, вдруг проиграет с огромным счетом. Ну, ладно, проиграет, там, 4-1, там, 1-4, там, 2-5, другое дело. Вот если 20-0 нам засадят, вот это уже будет, так сказать, катастрофа. Вот с таким настроением мы, значит, шли на просмотр этого матча. Такую драматургию, которую подарили команды уже в первом матче, где мы, пропустив в самом начале две шайбы, в итоге разгромили хозяев 7-3, не могло бы придумать никакое писательское воображение. В телевизионном этом центре горело два огня, как выяснилось, два окна. Как выяснилось, это были окна советской редакции и канадской, которая, оказалось, нас разделяла просто маршевые лестницы. Подняться налево наша была студия, вот эта комната, а направо канадская. Там и там была довольно большая группа народа, комната была вся, стульев было недостаточно много. Мы с полом уселись на полу, разместились на паласе, там, так, довольно удобно нам, в общем, было все вполне комфортно. И вот началась игра, буквально сразу, 1-0, 2-0, в общем, настроение жуткое совершенно было. Канадцы орали, там, резвились как дети после первого периода. А потом, по мере того, как события стали разворачиваться в нашу пользу, значит, там все стихли, наоборот, ликование было у нас. Конечно, победа была совершенно... То есть мы были, ну, буквально оглушены всем. И вот тем, как подавался матч вот этой музыкой, этими вставками музыкальными, совершенно необычным вот этим форматом проведения. Мы, в общем, привыкли к такой аскетическому, так сказать, образу проведения, проведения даже международных турниров у нас в Москве. И невольно думалось о том, каково нашим ребятам. Потом еще наши играли в шлемах, а те, значит, эти здоровые, там, филоспозита с гривой волос. Потом, ну, многие там известные, в общем, хоккеисты. Короче говоря, известен результат. Да, я не знаю уже, то ли у них не принято было вот выстраиваться в эту змейку и так, как делали наши всегда хоккеисты, жали руки после матча. Вот, то ли действительно они были совершенно обескуражены, я думаю, что это тоже присутствовало. Там, в общем, сидело все руководство, и Трюдо, по-моему, находился. Вот, и премьер-министр бывшей Канады. Поэтому, в общем, как-то такая определенная, я бы сказал, неловкость произошла вот при расставании игроков. И когда мы выходили, я слышал разговор канадцев, мы как раз с ними опять столкнулись, спускаясь вниз по лестнице. Они говорили, ну, вот, вроде-то, мало того, что проиграли, не умеют еще проигрывать, понимаете, наши эти самые мастеты. И даже руку ребятам, советским ребятам-хоккеистам не пожали. Если игроки эту победу восприняли достаточно спокойно, одной игрой ведь все не заканчивается, то руководство команды на радостях чуть не утратило чувство реальности. Зато на следующий день, когда мы выиграли 7-3, поменялось резко мнение у руководителя. Да, 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 это, да. И аппетит появился другой. Аппетит появился у руководителя. А как это было? Вы не имеете право проигрывать. Вы не имеете уже право проигрывать. Ну, ладно, ребята, ну, ради все. Это Рогангульский говорил, начальник делегации. Да, да, да. Вы пойдете на делегацию, Георг Михайлович, да? Вот так это было, все перевернули. Все, сначала все у нас по всему спокойному, мы играли в хоккей, ну, проиграем, проиграем. А вдруг на следующий день все, выдаст, вы обязательно выйдете. Ну, и тут же мы проиграли в следующую игру. За многие годы суперсерия обросла множеством легенд и мифов. Об одном из них рассказал непосредственный участник знаменитой истории про съеденную газету. Игрок молодежной тройки нашей команды Вячеслав Анисин. Ну, было вообще в самолете. А мне подошел корреспондент и сказал, вот вы молодой игрок, с переводчиком он говорил со мной, вот вы молодой игрок, как вы думаете, сможете выиграть хоть одну игру у канадских профессионалов? Ну, для меня это такой вопрос. Сказать «да» вроде как бы неприлично, потому что, я еще раз говорю, разрекламированная команда НХЛ, тогда, я так задумался, думаю, мы тренируемся сколько, у нас такие классные игроки, вообще такой тренировочный процесс, неужели можно что-то такое еще больше дать, что-то сверхъестественней. И я ему вот когда вот это все проанализировал, я тут же сказал, ну знаете, ну одну игру-то мы точно выиграем. Он говорит, дай посмотрим, что нет. Я говорю, давай. Если вы выиграете хоть одну игру, я съем свою газету. Вот кто был инициатор-то, оказывается. И в Торонто, и в Торонто, он пришел с щами. Водоль на радио. Кисель, кисель был. Кисель, кисель. Кисель был. Спокойно. Все знают. Ну щи, пусть щи. Щи, это приблизительно как у нас раньше, ну вот носились в фабрике кухни. В сутках, в сутках такие, да? На ручке. Ему дома сварили щи, да? Он открыл эти щи и дал мне эту газету. И я кусок оторвал, он говорит, хороший. Я говорю, нет, ты не статью просил, а всю. Я ему всю накидал туда, но он быстро ложечку съел, даже ни одной газетки не съел. Трансляции из Канады, даже увиденные в записи, не воспринимались бы так эмоционально без комментариев Николая Озерова. Кто же не помнит его сакраментальное «такой хоккей нам не нужен». Но последний репортаж совершенно неожиданно едва не оказался под угрозой срыва. Об этом любопытном эпизоде спустя годы рассказывал один из ветеранов спортивного телевидения, редактор, журналист, комментатор Аркадий Ратнер. Первые три игры Озеров без проблем отработал из Канады. А с четвертой вышла накладка. Дата ее проведения, 8 сентября, пришлась на предпоследний день Мюнхенской Олимпиады. И спортивное телевизионное начальство решило, что закрытие игр обязательно должен комментировать тот же Озеров. В пожарном порядке, что называется, на перекладных, он покинул Виннипек, где состоялась третья игра, и прилетел в Мюнхен. Но здесь у того же начальства возник другой неразрешимый творческий вопрос. А кто будет комментировать последнюю игру серии из Ванкувера? Конечно, Озеров, рассудил председатель Гостелерадио Сергей Лапин. Как говорится, начальству виднее, но... Как это сделать, если комментатор матча в Мюнхене, за тысячи километров и от Канады, и от Москвы? Выход нашел большой выдумщик по технической телевизионной части, один из замов председателя комитета Генрих Юшкевичус. Он придумал и реализовал уникальную, больше похожую на авантюру и не имевшую мировых аналогов схему. С поворотом северных рек ее, конечно, не сравнить, но в этом точно было что-то грандиозное. Сначала сигнал из Канады транслировался в Москву. Затем из Останкино его передавали в телевизионно-технический центр Мюнхена, где немецкие коллеги организовали для нас комментаторское место. А уж здесь картинку матча озвучивал наш прославленный комментатор. Но вот проблема. Изображение в Мюнхен поступало без звука. Так называемый интершум оставался в Останкино, поскольку переправить в Германию и звуковой сигнал было невозможно. Поэтому Озеров должен был комментировать, не слыша ни реакции трибун, ни объявлений судей-информатора. И тогда на сцену в качестве суфлера выходил Аркадий Ратнер. Он, в отличие от нашего мюнхенского комментатора, и видел, и слышал все, что происходит на ледовой арене. Из заглушаемых шумом трибун объявлений он с трудом улавливал фамилии удаленных или авторов голов и по комментаторской связи подсказывал Озерову. Только после того, как озвученная таким затейливым способом картинка вновь приходила в Москву, к ней добавляли канадский интершум. А зрители могли сполна ощутить атмосферу матча, в котором мы одержали решающую победу в зокеанской части серии. Сначала восхититься Борисом Михайловым, забившим к восьмой минуте ворота Кенна Драйда на две шайбы, потом оценить мастерство Юрия Блинова, Владимира Викулова и Владимира Шадрина. И, наконец, насладиться бенефисом Владислава Третьяка, который только в третьем периоде отразил 21 бросок соперников. Кстати, именно тогда советские болельщики впервые услышали, каким свистом и возмущенным гулом канадские фанаты могут сопровождать поражение своих любимцев. После тех теплых проводов один из героев суперсерии Фил Эспозита с горючью признался, что такого позора он не испытывал за всю свою жизнь. Вот такая забавная приключилась история. В итоге канадская часть серии закончилась преимуществом сборной СССР. Но как же ошибались те, кто считал, что на московском льду мы без труда дожмем заокеанских профи. Хотя начало было впечатляющим. Победа в первой игре, после которой весь хоккейный мир, да и сами канадцы больше не сомневались, русские уж точно не упустят общую победу. И вопрос лишь в том, удастся ли НХЛ-овцам сохранить лицо в прямом и переносном смысле, если помнить, как безжалостно они обходились нашими игроками у себя дома. Но происходит чудо. Канадцы на морально-волевых выигрывают шестую и седьмую игру. И результат всей серии оказывается под вопросом. Вариант с ничьей в последней встрече, хотя она и давала командам равный очковый результат, но по разнице забитых и пропущенных шайб отдавала общую победу советской команде. Никем даже не рассматривался. Болельщики в восторге. Начальство пьет валерьянку. Или что-нибудь покрепче. А где-то там, на самом верху, пишется сценарий небываля, который в хоккейном мире отныне будет называться матчем века. Накануне игры разразилась буря вокруг назначения судей. Канадцы настаивали на своем варианте судейской бригады, наши на своем. И это понятно. Одна судейская ошибка может повлиять на конечный результат всего противостояния. Компромисс нашли, но легче от этого не стало. Уже на первых минутах арбитры, чех Рудольф Батя и Юзеф Компола из ФРГ, и вправду становятся главными действующими лицами. После двух удалений канадцы остаются втроем и пропускают шайбу от Александра Якушева. 2-2 после первого периода, но уже 5-3 в пользу советской сборной к перерыву последнего. Несколько тысяч канадских болельщиков, которые впервые пересекли океан, уже не сомневаются в поражении своей команды. Но третий период ломает все карты. В 53-й минуте от нашего преимущества не остается и следа, поскольку усилиями Эспозита и Курное канадцы сравнивают счет. А потом происходит то, что впору было бы обсуждать на уровне посольств. Один из руководителей канадской делегации, Алан Иглсон, начиная так эмоционально обсуждать ситуацию с судьями, так активно призывает себе в союзники бесстрастных милиционеров, что в надвигающуюся потасовку со стражами порядка едва не втягивается вся канадская команда. Играли профессионалы, осудили любительские судьи Международной Федерации. Правила разные, во многих много нюансов, которые отличали правила, существовавшие в НХЛ, и правила Международной Федерации хоккей. Поэтому канадцы, вот о чем мы говорили, возникали вот такие коллизии, когда они выбрасывали стулья на лед, выбегали на площадку, потому что существовала разная трактовка определенных моментов игры, там, скажем, силовые приемы и так далее. Мы считали, что они грубели, они считали, что они нормально играли, ну и много другого. Поэтому возникали такие коллизии, когда Иглсон выскакивал на лед, которую потом одна из канадских газет назвала «Ходячие политическое бедствия Канады». Да уж, коллизий на этот матч действительно пришлось столько, что их хватило бы еще на парусе. В тот момент многим показалось, что ледовая битва вот-вот превратится в ледовое побоище. Но хоккеисты все-таки выходят на площадку, чтобы дотерпеть до последней минуты. То, что произошло менее чем за 30 секунд до финальной сирены, потом назовут роковым стечением обстоятельств, перстом судьбы, высшим промыслом и еще многими другими определениями. Но сути это не меняло. Канадцы забили исторический победный гол. И не случайно, что его автор, один из главных героев всей серии, Пол Хендерсон, вскоре завязал с хоккеем и с головой ушел в религию. После этого матча было много разговоров о том, чего не хватило нашей команде. Одни считали, что собранности и умение биться до финального свистка. Другие утверждали, что у тренеров не было тарасовской жесткости и умения настраивать своих подопечных на последний и решительный. Но так ли важно, кто из них прав? Урок, преподанный канадцами в последнем матче, еще долго разучивался нашими игроками и тренерами как самый наглядный пример того, что биться за победу нужно до последней секунды. Силовая борьба по всему полю, пусть и не сразу, но все-таки прижилась и на наших аренах. Ну а заоблачные гонорары, которые президенты канадских клубов предлагали не только Валерию Харламову, но и всем нашим тройкам за переход в НХЛ, уже через несколько лет стали реальностью. Но, наверное, еще больше эти матчи повлияли на самих родоначальников игры. После серии они были как земляне, которые вдруг узнали, что не они одни во вселенной. Поэтому мгновенно переняли у нас и комбинационный хоккей и очень быстро научились выговаривать эти непроизносимые русские фамилии. В общем, жизнь доказала, что именно такой хоккей нам и нужен.